Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И в продолжении предыдущего видео показываю вам методологию, часть методологии методики исключения лишнего слова. В предыдущем видео я показывал, рассказывал о бланке фиксации результатов и тех формулах, которые эта методика содержит. Здесь же дополняю это все некой интерпретацией и для чего эта методика применяется. Методика не менее эффективна, нежели методика исключения предметов и иногда ее подменяет, может использоваться также как ретест. Когда, допустим, человек поступает в клинику психиатрическую, вы при поступлении проводите исключение предметов. Это обязательная методика, буквально можно сказать, обязательная методика при проведении патопсихологического эксперимента ЭПИ. А исключение предметов, она именно та методика, которая входит в десятку, может быть, 15 самых основных базовых методик. В том случае, если вы хотите отследить динамику каких-то изменений, вы можете через какое-то время, уважаемые коллеги, недели через 2-3 провести с этим пациентом исключение лишнего слова. Вот эту самую методику. То есть, во-первых, перепроверить и подтвердить результаты методики исключения предметов. А во-вторых, еще раз убедиться в том, что вы выявили и что вы поняли по качеству мыслительной деятельности вашего пациента. То есть, изначально проводится методика исключения предметов, в дальнейшем методика исключения лишнего слова. Ну, по крайней мере, я так ее использую, так я ее применяю. Иногда можно тут поиграться, поменять методики местами, но все-таки я бы не рекомендовал этого делать. Первичное исключение предметов, вторичное исключение лишнего слова. Можно дать эти методики одновременно. То есть, посмотреть, через какое-то время отсрочено и ту, и другую методику повторно. Это иногда дает очень интересные и любопытные результаты. Для чего она используется, эта методика? Понятно, что она используется при оценке, прежде всего, качества мыслительной деятельности, а именно нижних структур. То есть, анализа и синтеза. Если вы помните из моих предыдущих видео, у нас существует 5 мыслительных процессов, операций, вернее, если быть точным. Это анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование. В данном случае, эта методика затрагивает и исследует основы основ. А именно, анализ и синтез. Аналитика синтетическую мыслительную деятельность. Более высокие уровни мышления, как то обобщение и абстрагирование, применяются и исследуются с помощью нескольких иных методик, о которых мы уже с вами говорили в наших предыдущих видео, но и о которых я в дальнейшем тоже буду, наверное, рассказывать и показывать. Повторюсь об этом. И в этом нет ничего страшного. Видео очень много на канале, и там, конечно, можно посмотреть и про обобщение, и про сравнение, и анализ, и синтез, и абстрагирование по методикам, если изучать инструменты исследования мыслительной деятельности человека. В данном случае, методика направлена на исследование именно аналитико-синтетической деятельности, лежащей в основе более высоких мыслительных процессов. Вот. Кроме того, что надо сказать? Значит, методика очень проста по применению. Инструкцию я вам уже рассказывал и показывал под ней. Ну и здесь, собственно, речь идет о теории, о чем я, собственно, сейчас и проговорил. Стандартность инструктажа обязательно в проведении любого патопсихологического эксперимента. Здесь идет также форма протокола, я тоже вам ее показывал. Она простая, эффективна. Номер задания, исключаемое слово. И самое главное, большой раздел – это объяснение больного, который дает удивительно классную и точную информацию по качеству мышления больного. ММПИ десятиричен, вторичен, как угодно можно сказать. Без него, конечно, нельзя. Но основа основ в изучении любого человека является изучение его мыслительной деятельности, мыслительных операций. Это основа основ. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Благодарю вас за внимание и удачи вам.